Рождественский вечер Дар любви Он получил широкую огласку Благодаря медиахолдингу Афиша Церковь в пробуждении Где служение старшего пастора Несет Дмитрий Ананевич Придюк Широко открыла свои двери Для всех желающих Этот вечер Был необычен тем, что Как исполнители, церковь Так и организатор, и спонсор Объединились в одно, чтобы Помочь детям, которые имеют Различные болезни, а также инвалидам А как родилась идея О проведении такого вечера Мне бы хотелось вам рассказать Около двух месяцев назад Ко мне подошел один человек Автомобильная авария Которого заставила сесть На инвалидную коляску Это Павел Ирмалюк С трудом выговаривая слова Протягивая фразы Он сказал, что хочет петь Первая моя реакция Была неадекватной Я подумал, как он может хотеть петь Если он не может разговаривать Но он оказался Человеком настойчивым Каждое воскресенье Он все подходил Подходил и просил одно и то же В очередной раз я увидел Другого человека Человека, который поставил цель И мало того Он сказал, что он молится об этом И хочет петь во что бы то ни стало И уже спустя месяц В церкви на День Благодарения Мы исполнили песню Косари на лугу За любовь и за милость ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! В церковном зале равнодушных не осталось. На вечернем служении дискуссии продолжились. Десятки благодарных людей все подходили и благодарили за помощь, оказанную Павлу. «А что вы чувствовали, когда пел Павел?» – спросил я. Все один голос сказали – «Мы прославили Бога, это чудо!» По правде, я и сам не был уверен, что Павел сможет исполнить псалом на богослужении. На самом деле это чудо было очень простым. За что люди прославили Бога? Мы просто помогли человеку-инвалиду осуществить его мечту. Он же доказал нам свою очередь, хотя он не полноценный человек со здоровьем, но полноценно, как и мы, хочет служить Богу. Наверное, в свою очередь, мы устали от красивых фраз или от нашего бездействия. И, видя подобное, мы начинаем по-настоящему думать и вспоминать, кто мы. Приближалось Рождество, и вот в один вечер мы были приглашены с моей супругой на банкет, который устраивал Славик Харал. И, казалось бы, по чистой случайности мы с моей супругой оказались за одним столом с Натальей Смоликовой. И, как позже выяснилось, именно она занимается служением детям-инвалидам и их семьям. Познакомившись, мы долго общались на эти темы. Она рассказала, насколько важно в инвалиде видеть творение Божие, человека, которого создал Бог. Я на мгновение задумался, насколько мы бываем неправы по отношению к этим людям. Мы порой пытаемся ответить на вопросы, ответы на которые не знаем. Мы порой ставим приговор и часто судим их или их близких. И сегодня всем вопрос к нам, людям здоровым, живущим на земле. Кого мы видим в коляске? Инвалида? Творение Божье? Или мы даем ответы на вопросы, на которые не имеем права давать? Продолжим наш разговор о вечере. Звучали песни, звучала музыка, слово. Заискрились глаза, у кого-то от радости, а у кого-то заблестели от непрошенной слезы. Звучит музыка. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»